Чё творим, бро? Меня зовут Сергеонис, и бро, сразу же, просто сразу же переподписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою суприм банду, ведь, банди, ты же знаешь, кто не с нами, тот под нами. А я, как вижу, тебе же не сильно нравится быть под нами, именно поэтому подписывайся, чтобы быть самой сильной бандой на ютубе. И банда 2021 год подходит к концу, и наконец-то, потому что это был ужасный год моей жизни, в этом году выходило слишком мало видео, все из-за того, что я брал огромные длинные перерывы, и все эти перерывы были не просто так, а из-за того, что у меня были проблемы в личной жизни. В некоторые месяца я просто не мог снимать видео, потому что у меня не было возможности, а в другие месяца мы создавали суперинтересные новые видео, которые, к сожалению, не успели выйти в этом году. Очень надеюсь, что они выйдут в 2022-м, но все же, банда, хватит ныть, я хочу поздравить вас с наступающим новым 2022-м годом. Надеюсь, что новый год будет намного лучше, чем этот. Наша жизнь улучшится, и мы, наконец-то, достигнем всех наших целей. Ну и теперь давайте приступим к нашему топу самых страшных и мистических видео в 2021-м году. Хоть в этом году вышло слишком мало видео, но некоторые из них по-настоящему уникальные. Я отобрал самые лучшие видео, и сегодня вам их покажу. Что ж, банда, мой 2020-й год закончился с того, что я встретился лицом к лицу с маньяком счастливого дня смерти. В 2020-м году я смог снять его со своего дрона, снял с него маску. А в начале 2021-го года я сделал на него куклу-буд и сжег его. Просто вспомните, как это было. Нужно срочно действовать моментально. Пришло время уже сжечь куклу в воду и посмотреть, как он будет тогда гореть. Окей, банда, кукла в воду здесь. Пришло время уже это делать. О, чё, просто жесть. Окей, банда, вот зажигалка и средство, с помощью которого кукла в воду начнет сгореть намного сильнее. Давайте быстро это все сделаем. Окей, банда, для начала я пылю куклу в воду этим средством. Просто жесть увидеть эта банда. Она будет очень сильно гореть. О, господи, банда, это он, посмотрите. Объявно меня злится такая жесть. Вы это видите? Ты сейчас умрешь. Ты просто сгоришь. Господи, банда, нужно это срочно сделать. Просто жесть, я поднягаю куклу в воду. О, господи, вы это видите? Просто жесть, посмотрите на него, он явно горит. Ему больно, такая жесть, банда. Кукла в воду реально горит, как тебе такое? О, чё, просто жесть. О, господи, просто посмотрите на это, банда. Он прям сгорает, вы это видите? О, господи, он уже почти догорел. О, господи, почему он все еще не умер, он что бессмертный? О, господи, банда, куда он делся? Он просто исчез, вы это видите? О, господи, что это? Просто жесть, что это такое, Супримбанда? Он просто сгорел, и вещи остались. Когда я вспоминаю этого маньяка, у меня все еще бегают мурашки по коже. Но после этого мы с Настей в 3 часа ночи решили посмотреть проклятый эпизод губки попа. Вы не поверите, банда, но Спанч Попикса пришел к нам в реальную жизнь и хотел нас убить. Что это вообще могло быть, Настя? Нужно пойти посмотреть, что там. Мне страшно. Окей, тогда оставайся здесь, я сам пойду. Нет, я тебя не брошу. Тогда идем со мной, просто жесть, что это вообще могло быть? Был звук, как будто кто-то ходит. И еще передачу ко всему этому так страшно, банда. Этот фильм реально был самый страшный, который мы только смотрели. О, черт! Эта же дверь была открыта, когда мы здесь ходили, банда. Почему она сейчас закрыта? Неужели это в квартиру все-таки кто-то вошел? Неужели это Спанч Боб Икзэ? Окей, банда, я аккуратно вхожу. Эй, здесь кто-нибудь есть? Спанч Боб Икзэ, мы тебя не боимся. Просто жесть, что это может быть? Окей, банда, в этой комнате вроде бы никого нету. Эй, Спанч Боб, ты здесь? Просто жесть, где он может быть? Ты что-то видишь, Настя? Нет, не вижу никого. Такая жесть, банда, кто тогда издавал звук, если никого не слышно? Неужели он просто невидимый? Возможно, это был призрак Спанч Боба, или как это вообще понимать? О, черт! О, господи, Настя, сзади тебя! О, черт! Слышь, держись! О, господи, Настя, держись! Я пытаюсь его отрывать! О, черт, он очень сильный! О, господи, Настя, ты как? Ты жива? Просто жесть, что это был? Он мне допросился! Мне просто в это не верится! Что? Что произошло, Настя? Что такое? О, черт! Что случилось? Куда он делся, банда? Куда он ушел? О, господи, Настя, просто жесть! Скорее, вставай, нужно прятаться! Прячься где-то здесь в комнате, и я пошел туда! Наверное, я сяду в шкафе! Итак, банда, я буду просто сидеть здесь! Я очень надеюсь, что он сам уйдет с моего дома! А ты, иначе он просто меня убьет! Мне так страшно, банда! О, черт, я что-то слышу! Я вам клянусь, банда, я что-то слышал! Неужели это он? Если это он, банда, то у меня огромные проблемы! О, черт, это он! Черт, 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 черт! О, господи, вы видели это? Он смотрел на меня! Мне так страшно, я держу двери! О, черт, вы видите это? Уходи, я не знаю, почему мы тебя не боимся! Просто жесть, что он делает? Такая жизнь! Можешь меня сейчас задеть этим ножом? Вали отсюда! Я тебя сюда не пущу никогда в жизни! Просто жесть, банда, вы видите это? О, черт, он куда-то ушел! Я все еще не могу поверить, что спанчбоп и ксэ существуют в реальной жизни! Но помимо этих мистических существ, мы еще заказывали из Даркнета настоящих людей! И первая моя покупка в этом году была мама! Она была сумасшедшая банда! Все еще не могу поверить, что она пришла к нам домой и хотела нас отравить! Просто посмотрите, как это было! Господи, никого не видно! Посмотрите, это она, наша новая мама! Здравствуйте! Добрый вечер! Очень приятно! Вы так похожи! Спасибо! Вы брат и сестра? Нет, мы только живем вместе с соседями! Что происходит? Вы видите это? Да, я согласен, реально странные! А вас как зовут? Просто мама! Просто мама, что? А вас как зовут? Меня зовут Сергей! А мне Настя! А вы где-то учитесь? Нет, мы нигде не учимся, в основном только снимаем видео, так работаем! Это мы все исправим! Что это значит, Ники? Господи, банда, что происходит? Вы это слышите? Настя, мне не нравятся твои волосы! Что? Я хочу ее, чтобы ты перекрасила! О, черт! Я не буду перекрашивать волосы! Если ты не хочешь перекрашивать волосы, ты будешь сидеть по-домашнему... Нет, я не буду сидеть дома! Ты будешь сидеть по-домашнему аресту, потому что мне волосы твои не нравятся! Но он нравится мне! Сереж, скажи! Она не будет красить, ей нравится и цвет волос, тем более она взрослая, она может сама решать! Сергей, ты тоже сидишь по-домашнему аресту? За что? Потому что мне не нравятся ее голосы, я их просто обрежу! Черт! Господи, не тяните, не тяните, не тяните! Что вы делаете, черт? Сергей, ты наказал! За что? Я же ничего не сделал! Иди мой посуду! Что? Какую посуду? Она чистая! У меня ничего нету! Какая же эта мама странная! Вот здесь вязаная, и вот здесь вязаная! Я все помою, мама, только не пейте нас больше! Настя, ты суп доварила? Да, почти! Иди сельею помай! Да, сейчас! Вы голодные? Нет! Кто? Значит, не хочет она обрезать волосы. Я их сама обрежу. Мама, когда мы будем уже есть? Сейчас насыпаю. О, в этот месяц выйти, мамин, сколько я так заскучился! Просто жесть! Оно не или домашней еды! Да! Ты говорила, но как она хорошая! Немного сыра, ты не имеешься, ты ведь есть супчик! Просто же с ней уже не верится! А, наконец-то, нам несут! Я там уже хочу и не знаю, про голода с этой уборкой! Просто жесть! Стоп, Господи, посмотри, как его много! Спасибо, мама! Спасибо! Это так круто! Ты чего? Да, какой-то странный суп! Перестань, он вкусный! Давай, ешь! Не придумывай ничего такого! Мама старалась! Ну, хорошо! Давай! О, мама, спасибо! Это был очень вкусный суп! Я такое еще в жизни не ел! Я так объелся, Настя! Просто жесть! Мама, Боже! О, так хорошо! Ты чего, Сережа? Ай, Сережа! Сережа! После всех этих событий я узнаю настоящее место на хрестение маньяка Майкла Майерса! Я взял свой трон и сразу отправился к этому месту, чтобы там полетать и, возможно, даже снять этого маньяка! И вы не поверите, банда! Я не просто снял Майкла Майерса, а снял то, как он избавлялся от трупа! Просто посмотрите на эту жесть! Просто жесть! Он трогает его! Он, скорее всего, проверяет, ли он жив! Как будто он трогает его пульс! Вы это видите, банда, просто жесть! О, Господи, что он делает? Он начинает его куда-то тащить! Просто жесть! Он хочет от него избавиться, банда! Вы это видите, такая жесть! Господи, это реальный труп, это реальный маньяк! Мне просто в это не верится! Ты видишь это? Это какая-то яма! Господи, банда, что происходит? Неужели он просто хочет его закопать? О, господи, вы видите это? Это так страшно выглядит банда! Что он делает? Он хочет еще немного прокопать яму! Неужели он просто его закопает в этой яме? Именно так он не избавляется от трупов! Тогда его будет очень тяжело найти обычным полицейским! Он просто его закопает и все, больше никто не найдет! О, господи, это даже еще хуже, чем озеро! Такая жесть! Господи, неужели способом туда выбросить закопать его там? Мне так страшно банда! Посмотрите, что он делает! О, господи, вы видите это? Он просто его ложит в эту яму! Это так жутко! Просто жесть, мне в это не верится! Это реальный маньяк! Он реально его хочет закопать! Он просто таким образом избавляется от трупа! Вы видите это? Он просто его закапывает! Это просто жесть, банда, мне в это не верится! Давным-давно в Таркнете я покупал настоящий дом! И это был не просто дом, а дом с смертельными ловушками, в которые мы чуть ли не попали с Вероникой! Но в начале года я наконец-то решился продать этот дом! И тот, кто там поселился, банда все еще не укладывается у меня в голове! Потому что там жил настоящий маньяк Гриб! И внутри этого дома он хранил подвешенные трупы! Это реально стрёмно! Мне просто в это не верится, банда! Мои теории реально жуткие, но нереально могут быть правдивые! Так, я не понимаю, что это было реально кроватка! Это еще что? Какая-то клетка, вы видите это? Там еще что-то белое, какой-то снег или что? О, господи, что это такое? Ничего не понятно, банда! Вы видите это? О, черт! О, живое! Ты видишь? Это человек! О, черт, супер, банда, вы видите это? Там реально живой человек, живая девушка, у нее черные волосы длинные! Этот маньяк максимально сумасшедший! Зачем вообще такое делать? Окей, Настя уже спустилась вниз и посмотри, что это? Дверь открыта! О, господи, мне кажется, что маньяк он слышал наш трон и вышел на улицу проверить! Таким образом он открыл дверь, а мой план сработал! Теперь мы можем лететь внутрь и посмотреть, что там! А что это? Господи, ты видишь это? Да, что-то подвешено! Какие-то черные мешки, такие же черные мешки, как и лежали в веранте! Такой же самый мешок, как и был подвешен там! О, господи, это очень похоже на людей! Надеюсь, это не трупы! О, черт! Реально, туловище как будто у человека! Голова, туловище, ноги! О, господи, банда, вы видите это? Просто жесть! Просто посмотри! Там реально волосы и немного видно лицо человека! Ты видишь это? О, господи, там белые глаза, у него вырваны веки! Я все еще не верю, что Крик у себя дома подвешивал трупы к потолку! Он по-настоящему сумасшедший банда! Но после этого я возвращаюсь домой и хочу проверить одну старую легенду! Что в 3 часа ночи нельзя слушать некоторые песни! И первая песня, которая мне попалась, была песня про Барбоскиных! Мы услышали там некоторые зашифрованные слова, которые очень сильно пугают! А после прослушивания этой песни, начала происходить настоящая мистика! Это просто жесть! У меня прям мурашки по коже! О, черт, это реально был он! О, господи, кто здесь? Выходи, мы тебя не боимся! О, черт, банда, дружок, это ты! О, черт, что это? Он же был цел! Просто посмотрите, что с Митчем его разорвали! О, господи, похоже, это нам намек, что такое же самое будет с нами! Это такая жесть, банда! Окей, скоро будет 4 утра, нам нужно заслужить мелодию! Идем! Черт, что это с светом? Он брехлет в последнее время! Вообще вырубился! О, господи, быстрее, у нас не нужно деда света! Что это? Видишь? Не знаю, но очень похоже! Просто жесть, банда! Вы видите это? О, черт, такая! Я хочу посмотреть ближе! Нет, стой! Она может быть заразной ни в коем случае! Опять свет вырвался! Что происходит? Нужно включить его, как-то! Я пытаюсь, черт, а кривой щиток! О, давай! Да, я спытаюсь! Окей, готово, я что-то включил! Только телевизор работаю, посмотри! О, черт! Господи! Новая надпись, я труп, ты видишь это? Как это вообще? Просто жесть, нужно быстрее валить отсюда! Пока здесь никто не появился, идем! Черт, опять? Я ничего не вижу! Ты где? Я здесь! Быстрее идем к выходу, иди на мой голос! Я тут уйду! Черт, снова телевизор включается! Посмотри! Я проклят! Господи! Это песня, Настя! Я пришел, я труп, я проклят! Что это вообще делай? Это все у нас! Быстрее уходим, здесь слишком опасно! Говорящий Том и говорящая Анжела с этими маньяками мы с вами знакомы! Мы уничтожили их сущности в приложении, но они перебрались в реальную жизнь! И одной ночью мы с Настей в 3 часа ночи смотрели проклятый фильм про говорящую Анжелу! Вы не поверите, банда, но она пришла к нам домой и напала на Настю! Анжела, выходи! О, чё? Что случилось? Где ты, Настя? О, Господи, отрывай ее! Отрывай! Я помогу! Сейчас, давай! Спусти! О, Господи! Ты как, Настя? Помоги! О, Господи, только не это! Кто там, Сереж? Она тебе все лицо рассарапала! Как мне теперь затем на улицу ходить? Не знаю, у тебя все лицо в рано! Так, после того, как я заказал маму, я уже боялся что-либо заказывать с Даркнета! Но все же я решился на домашнего питомца рыбку! Но то, что мне прислал Даркнет, банда, полная жесть! Там была настоящая пиранья! И она ела человеческое мясо! Я все еще в шоке! Окей, давай, эта коробка самая большая и самая тяжелая! Давай! Тяжело будет, посмотри! Ты видишь, это что за жесть? О, черт, неужели там рыбки? Быстрее, ломай коробку! Да, хорошо! О, черт, это реально аквариум! Ты видишь это? Но я не вижу рыбок, где они? Господи, панда, вы только посмотрите, что это? Я, кажется, вижу две рыбы! Первая и вторая! Но почему они так зарыты в камнях? Они что, мертвые? Я нашла, кто это? Что это за рыбы? Быстрее! Это пироги! О, черт, реально похожи! Серебристые телы, красные брюха, ужасные зубы! Господи, панда, вы видели это? Здесь написано, что они едят человеческое мясо! О, нет, неужели? Ты видишь это, Настя? Господи! Черт, что это? Господи, ты видишь это? Господи! Просто какая-то жесть! Просто посмотри, здесь рука! Похоже, это мясо этого мальчика панда, вы видите это? Это же просто трогительно! Черт, я не могу в это поверить! После всех этих видео наступило лето! Мы с Настей собрались и отправились в путешествие, где снимали разных монстров и маньяков с моего дрона! И первый самый ужасный монстр, которого мы сняли, был Демо Гаргон! Мы сняли его в каком-то заброшенном страшном месте! Просто посмотрите, банда! Это просто жесть, какое оно все стрёмное и мутное! О, черт, что это? Посмотри, это же Демо Гаргон! Он реально существует, банда! Вы только посмотрите, какой он огромный и страшный! О, черт, какой же у него огромный рот, банда, вы видите это? Там точно больше тысячи зубов! Мне просто в это не верится, нас не обманули, он реально существует! О, черт, настоящий Демо Гаргон! Мы все-таки смогли снять этого монстра! Просто посмотрите, какой он огромный! Он такой жуткий! После того, как мы сняли Демо Гаргона, я уже хотел возвращаться обратно к себе домой и закончить это путешествие! Но все же банда ей решилась отправиться к месту, где живет маньяк Кожаное Лицо! И у меня все еще не укладывается в голове, что мы сняли настоящее убийство! Кожаное Лицо схватил ни в чем невинную девушку и просто распилил ее напополам своей пилой! Вы только посмотрите, как это было на самом деле! Вроде бы сегодня такого не было, но все же... Сереж! Кто это? Это какая-то девушка с немытой головой, посмотри! О, господи, она упала! Это Кожаное Лицо! О, черт, банда, посмотрите! Это реально он! Только не это беги, девушка! Это просто жесть, вы видите это? Он реально здесь живет! Такая жесть у него догоняет! Она не может убежать, но и что-то с ногами! Просто жесть напала! Кожаное Лицо, что он делает? Он берет свой крюк, посмотри на это! Банда, это реально кожаное лицо, вы видите это? Он реально существует! Просто жесть! Он пытается ее поймать! Только не это убегает девушка! Он очень сильный, посмотрите, какой он большой! Это такая жесть, просто посмотрите на него! Он не смог ее достать, она убежала! Она смогла это сделать! Он идет прямо к ней, банда, вы видите это? Она заметила его! Ей нужно бежать, почему она стоит? Неужели она не понимает, что он уже знает о ней? Он выбросит свою пилу и снова берет этот крюк! Это такая жесть! Я все еще могу поверить в Кожаное Лицо! Я никогда в жизни его не видел! Будет интересно снять его маску! О, нет! Он ее поймал, банда, вы видите это? Просто в это не верится! Он ее тащит! Она все еще жива и нужно выбираться! Она пытается вырваться, но ничего не получается! Это такая жесть, банда! Что он вообще делает? Только посмотри на него! Неужели он хочет ее убить? Черт! О, господи! Теперь он пытается ее поднять! Господи, он все-таки собирается ее подвесить к этому дереву! И у него получилась банда! Вы только посмотрите! Он ее так легко поднял! И что он делает? Он берет пилу! Только нет, остановись! О, господи! Неужели он хочет ее распилить? Вы только посмотрите на это, банда! О, черт! Я отказываюсь на это смотреть! Что он делает? Он просто ее распиливает! Это такая жесть, банда! Вы не должны этого видеть! Это ужасно! Я даже думаю, этого Ютуб не пропустит! Просто посмотрите на это, банда! Он реально ее распилил прям на наших глазах! Супримбанда! Что вы знаете про клоуна-убийц? Этим летом мы сняли самую настоящую банду клоунов! Но перед этим мы с каждым из них познакомились! И первое наше знакомство было с клоуном, который жил на заправке! У этой машины включен поворотник! Неужели он собирается заехать на эту заправку? Похоже, банда, что это какой-то не местный водитель! Потому что не знает легенду про этого клоуна-убийцу! Но он же здесь существует! Куда ты едешь? Нет! О, черт! Клоун бежит прятаться! Ты видишь это? О, господи! Это такая жесть! Машина заезжает на эту заправку! Я просто не могу в это поверить, банда! Неужели клоун собирается убить этого водителя? А он просто едет, даже ничем не докатывается! Интересно, что же сейчас будет происходить дальше? Клоун просто с ней прячется! Ты видишь это? О, вижу! Машина заезжает, заправится бензином! О, черт! Мне просто в это не верится, банда! А клоун за ним наблюдает! Похоже, банда, что сейчас мы увидим настоящее убийство от этого клоуна! Окей, машина встала, и что дальше будет происходить? Пока что клоун просто сидит и ничего не делает! И мне кажется, около него что-то лежит! Вроде бы непонятно что! Но вышел водитель, посмотри! О, господи, вы видите это? Он походит к этой колонке и видит, что она не работает! О, черт! Он просто хотел заправиться! Но не смотрит, потому что эта заправка не рабочая! И он явно об этом не знал! И что он будет делать дальше? Он идет обратно в свою машину! О, господи, банда! Клоун пока что еще ничего не сделал! Неужели он боится этого водителя? Возможно, клоун увидит, что этот водитель довольно такой спортивный, большой! Хотя нет, бабы начинают бежать! И у него какой-то автомат в руке! И вы видите это? О, господи, это такая жесть! И что он собирается делать? Он открывает дверь! О, черт! Он просто выкидывает этого водителя банда! И вы видите это? Что он собирается с ним делать? Только я убиваю его! Это же просто жесть! О, господи! Он его погоняет с его же машиной! И вы видите это? Мне кажется, водители вообще ничего не понимают! Его просто страшно! Он убегает! А клоун просто бежит и стреляет в него из этого игрушечного автомата! И водитель просто убежал! Вы видите это? И что дальше будет делать клоун? Он почему-то недовольный! Ты видишь это, Настя? Да, он расстроился! Да, это как-то странно! Он же выгнал водителя! Или же, возможно, он расстроился, что не убил его! В таком случае банда, это же просто ужасно! Он садится в машину, и что он собирается с ней делать? Тем более, зачем она ему? Вы только посмотрите, он реально сидит за рулем! О, господи, он его завел! Неужели он реально собирается ее угнать, банда? Но зачем клоуна эта машина? Разве что только продать ее или же уничтожить? Это очень странно! Он уезжает, только посмотрите на него, какой же он страшный за рулем! После всех этих событий, мы узнаем про некоторых клоунов, которые живут на заброшенном, забытом озере! Я быстро покупаю лодку, беру свой дрон и еду на это озеро! Но как только я спустил лодку на это озеро, сел в нее, ко мне сразу же приплыли эти клоуны-убийцы! Они пытались скинуть меня с лодки и просто утопить! Благо, что я хоть каким-то способом остался жив, но вы посмотрите, как это было! Вот уже мы, банда, видите нас? Это просто жесть! Я не понимаю, почему все так говорят о тех, кого даже не существует! О, посмотри, что это? Кто это? Посмотри, это клоуны, ты видишь? О, Господи, это они! Они охотятся на нас, они реально существуют! Банда, вы только посмотрите на них! О, черт, я попытаюсь как-то аккуратно к ним подлететь! Это такая жесть, банда! Вы только посмотрите! Это и вправду они! Это те самые клоуны, о которых рассказывают! Какие же они стрёмные, вы только посмотрите! И один нам что-то мажет, который плывет к нам! Только нет, они хотят нас убить! Проваливайте! Это жесть, банда! Они так близко! Я не знаю, что делать! О, Господи, вы только посмотрите на них, банда! Они ужасные! Они реально очень страшные! Проваливайте клоуны! Это такая жесть! Иди отсюда! О, Господи, ты видишь это, Настя? Да, я вижу, мне очень страшно! Это такая жесть! Вы только посмотрите на них! Это жесть, ты видишь это? Нет, пожалуйста! Они очень опасные, банда! Нужно срочно улетать отсюда, иначе они нас убьют! Это просто жесть! О, Господи, нет, не надо! Нет, проваливай, что ты делаешь, нет! Господи, не надо, пожалуйста. Быстрее, аккуратней. Мы сейчас перевернемся. Аниматроник Бонни. За его плечами несколько тысяч убитых людей. И первое его самое шумное убийство, которое произошло в пиццерии Фредди. Когда он убил одного маленького мальчика, он просто перекусил его напополам. После этих событий аниматроники сбежались в пиццерии. И каждый из них разбежался по разным уголкам планеты. Но не всем так повезло, как аниматронику Бонни. Потому что его поймали и убили. На него объявили охоту всей армии мира и некоторые спецразделения. Вы не поверите, Банда, но я смог снять убийство Бонни на свой дрон. Неужели он собирается прятаться в этом здании? Я думаю, это плохая идея, потому что это здание очень открытое. Любой один военный, который будет приходить мимо с Рауша, его увидит. Хотя, возможно, в этом здании есть подвал, в котором он собирается залезть. Вы только посмотрите, Банда, похоже, его серьезно ранили. Ему явно очень плохо, он реально свалился с ног. О, черт, неужели он умирает? И посмотрите, там идет солдат. Вы видите это? Реально один. Похоже, из того самого отряда Альфа, о котором нам говорили. И, скорее всего, Банда, что этот солдат убьет Бонни. Вы только посмотрите, Банда, этот солдат вооружен. У него в руках настоящий автомат. Он же может запросто расстрелять Бонни и все, он погибнет. Как я слышал, эти солдаты очень кровошадные. Им все равно, кто перед ним, они всех убивают. И он просто выходит. Он не заметил Бонни. И вот и он просто от него набросится. Вы видели это? Быстрее облетай, мы не должны ничего пропустить. Вы только посмотрите, вот Бонни. Это такая жесть, он завоил солдата. И он просто выбыл оружие. О, черт, он кричит прямо сюда, слышно. А солдат просто его отбил ногой по голове. Это такая жесть. У солдата пистолет, посмотрите. Он просто в него выстрелил. Бонни упал без сознания. Вы видели это? Солдат, у него стрелял из пистолета. Это такая жесть. Он заряжает автомат. И ты только посмотри на это. Он его расстреливает со своего автомата. Это такая жесть, Бонни. SCP-166, суку, подросток. Самый привлекательный SCP-объект. Вы не поверите, Бонни, но этим летом одна из зон-фондов SCP была взорвана. И некоторые SCP-объекты смогли сбежать. В число этих объектов входило SCP-166 и SCP-035, которых я смог заснять на свой дрон. К сожалению, события, которые происходили в том видео, совсем неприятные. Но мне кажется, что оно разрушенное. Там даже есть улья-банда. И вы посмотрите, что в этом здании. Это же, сука, подросток. Мы все-таки смогли ее снять. Вы видите, эта банда такая жесть. Скорее всего, что вы тоже хотите увидеть видео без цензуры, как и я. Ссылку я оставлю. Погодите. Где я оставлю ссылку, скорее всего, чуть позже. Она вышла. И вновь почему тут мужик убежал? Неужели ее способности перестали работать? Он просто испугался. Хотите, эта банда возвращается. Посмотрите. О, нет, что происходит? Он идет с цепью на нее. Вы видите это? Она явно его боится. Она начинает убегать от него. Вы видите это? Неужели он хочет ей навредить? И черт возьми, банда, даже я никак не могу ей помочь. Потому что если я ее увижу вживую, то со мной будет то же самое. Я тоже буду одержимый. Но все же, банда, мы должны как-то ее спасти. И вы только посмотрите, он хочет ее связать. Вы видите это? Он реально ее связывает. Да еще делает все это так жестко. Господи, вы только посмотрите, он реально ее связал. И теперь куда-то тащит. Скорее всего, что он ее тащит к себе домой, чтобы там ее где-то привязать. Наверное, он будет задержать ее в потвале. Но он реально связал ее этой цепью. Из-за этой цепи у него на руках могут появиться пролежни. И потом будет очень тяжело ее вылечить. Также в этой зоне, которую взорвали, находился SCP-173. И он также смог сбежать. И мы также сняли его с моего дрона. И мало того, банда, мы даже вышли из машины. И сами пошли к этому SCP-объекту, чтобы посмотреть на него вживую. Мы могли погибнуть, банда. Но все же мы увидели его в реальной жизни. И посмотрите, как это было. Господи, банда, мне просто не верится. Мы вышли на улицу, чтобы вживую увидеть эту SCP-скульптуру. И мне кажется, что я уже слышу наш дрон. Он где-то здесь рядом. То есть мы на правильном пути. И вы только посмотрите, банда. Я уже вижу нас. Это же мы. О, господи. То есть нам всего лишь нужно пройти прямо. Мы придем к этой SCP-скульптуре. Я надеюсь, что он сегодня на нас не нападет и не убьет нас. Мы попытаемся где-то спрятаться в кустах. Хотя, банда, мне уже кажется, что он смотрит прямо сейчас на нас. Неужели он знает, что мы идем к нему? О, господи. Возможно, он даже нас видит. Черт возьми, банда, нам срочно нужно где-то спрятаться в кустах. Господи, банда, вы только посмотрите. Вот он. Он прямо сейчас перед нам. И вы видите это. Это такая же реальная SCP-скульптура. Он реально существует. Прямо сейчас его снимаем. Мне просто в это не верится. Посмотрите, какой он огромный. И мне кажется, или он прямо сейчас смотрит на нас. Или же он просто смотрит в пустоту куда-то туда. Черт, банда, я так переживаю. Надеюсь, он нам ничего не сделает. Нет, тем не менее, это реальная SCP-скульптура. Посмотри, какая у него огромная голова. Еще на его лице что-то нарисовано. Это такая жесть, банда, вы видите? Я просто все еще не могу в это поверить, что нам удалось его снять. Фонд из SCP реально разрушен. И объект испекает прям студа. Да, я сниму. Вы только посмотрите, банда, реальная скульптура. Я попытаюсь как-то подойти ближе к нему. Черт, просто посмотрите на него, какой же он страшный. Я все еще не могу поверить, что мы реально его снимаем. О, черт, Настя, он сзади тебя. Не двигайся. Это просто жесть. Вы видите, это он телепортировался. Старайся на него смотреть и не моргать. После всех этих жутких, ужасных видео лето подошло к концу. А значит и наше путешествие тоже закончилось. И мы приняли решение возвращаться в Киев. И как раз этой осенью появился новый страшный, жуткий персонаж под именем Хаки-Ваки. На которого мы даже сделали куклу Будду. Но это не так интересно, как то, когда мы его разрезали. Потому что то, что мы с него достали, банда все еще снится мне по началу. Надеюсь, что мой нож справится с этим. Тем не менее, посмотри. Ты видишь это? О, черт, я просто в шоке, банда. Итак, давайте еще сильнее разрежем. Окей, все, думаю, хватит. Давайте что-то достанем из него. О, черт, как это отвратительно. Просто жесть. Окей, тем не менее, посмотри, что это? О, господи. Это какая-то игрушка или что? Ты видишь? О, черт, это медведь в крови. Просто посмотрите на него, банда. Что за жесть? О, черт, он огромный. Как он вообще в нем поместился? Ты видишь, это здесь настоящая кровь. О, черт, банда, реальная кровь. А что если он убил какого-то ребенка и украл у него медведя? Это кровь того ребенка. Это же полная жесть, он и у нас воровал игрушки. Черт, банда, я просто не могу в это поверить. Реально, очень жестоко. Окей, давайте это куда-то отложим. Посмотрим, что там еще есть. Здесь очень много какого-то пуха. Скорее всего, этот пух тоже в крови. И мне кажется, что это уже пух самого Хаки-Ваки. Ведь, как мы знаем, он игрушка. Черт, банда, так отвратительно. Просто посмотрите. Реально кровь, это такая жесть. Итак, здесь еще что-то есть. Настя, я пытаюсь как-то его достать. Черт, посмотри, что это? О, господи, ты видишь эту ужасную игрушку? Она еще связана. Но зачем? Кто-то я над ней очень сильно поиздевался. Банда, это же полная жесть. Черт, посмотри на мои руки. Они в крови. Это ужасно. Зачем такое делать вообще с игрушками? Просто в шоке, банда. Что за жесть? Итак, здесь еще что-то есть. Еще одна игрушка. И посмотри, что за бред, банда. Кто-то сжил просто две игрушки. Голова от куклы. И какой-то плюшевый мишка. Это ужасно. И противно. Отвратительно. Черт, я просто в шоке, банда. Я не верю своим глазам. Этот Хаки-Ваки реально какой-то монстр. Он убивает детей. Хотя моя теория еще такая. Что это все сделали какие-то дети. А Хаки-Ваки просто спасал одни игрушки. После чего убил детей. Все равно это не оправдывает его действия. Это ужасно. Мне очень жаль всех детей, которых он убил. Да, я с тобой полностью согласен. Но то, что они сделали с игрушками, тоже ужасно. Банда, просто посмотрите, где уже моя рука. Я почти залез в его голову. Черт, пока что ничего не могу нащупать, кроме пуха. Что это? О, черт, я что-то чувствую. Посмотри, это палец, ты видишь это? О, черт, банда, это отвратительно. Как же здесь воняет банда, вы просто не представляете. Здесь что-то есть, я пытаюсь его достать. Что там? Но очень тяжело. Не знаю, банда, давайте посмотрим. Окей, я вроде бы его отрываю. Просто посмотри, что это? Это что, его сердце, банда? Вы видите это? Не знаю, как вы, банда, но мне все еще очень страшно. От всех тех вещей, которые мы достали с хаки-факи. Но одной ночью мне приходят ужасные сообщения, в котором один парень рассказал мне историю своего села. Что в одном дворе живет настоящий пикмен, который убивает людей. Мы быстро с Настей собрали наши вещи, взяли дрон и отправились к этому поселку. И вы не поверите, но я реально снял пикмена и то, как он сжег человека. Просто посмотрите, как же страшно за этим было наблюдать. Я попытаюсь как-то аккуратно за ним наблюдать. И просто посмотрите, это же он. Вы видите его, банда, просто жесть, он существует. И только посмотрите, какой он огромный. Я в таком шоке, банда, просто посмотрите на его голову. Это реальная голова свиньи, я не могу в это поверить. И посмотрите, сзади него уползает человек. Это очередная его жертва, вы видите это? Это просто какая-то жесть, банда. И что он собирается делать? Неужели он прямо сейчас его убьет? Только посмотрите, он его бьет. Это ужасно, черт. Мы даже никак не можем помочь ему. Я просто в шоке, банда. Он убивает его на наших глазах. И только посмотрите, мне кажется, что он уже его убил. И куда он теперь его тащит? Черт возьми, банда, я в таком шоке. Пикмен реально существует. Он реально открывает эту канистру, чтобы полить человека бензином. Просто посмотрите на это, что происходит. Вы видите это, банда? Он реально поливает его бензином. Я сейчас в таком шоке. Неужели он реально собирается его сжечь? Просто посмотрите, как же это жутко выглядит. Черт возьми, банда, как ему помочь, я не знаю. Я думаю, что здесь даже полиция никак не поможет. Тем не менее, просто посмотрите, Пикмен относит канистру. Он возвращается обратно, и у него в руках спички. Вы видите это? Он реально его поджигает, банда. Это просто какая-то жесть, я не могу поверить своим глазам. И он теперь смотрит на мой друг, что он собирается делать. У него сюда я взлетаю. После того, как мы сняли с моего дрона убийство аниматроника Бонни, в тот же день я отправился по его труп и забрал. Чтобы уже дома разрезать его и узнать все тайны, которые хранятся внутри Бонни. И я реально смог его разрезать. И то, что мы с него достали, банда вас очень сильно удивит. Мне очень интересно, что у него здесь внутри. И посмотри на эти проводки, они оборваны. Эта плата такая страшная. Я вытаскиваю ее, ты видишь это? Да, получается. О, господи, что это такое? Я такого раньше никогда не видел. Это просто какая-то жесть, банда. Что если это его сердце? Это же просто нечто. Глянь на это, это же экзоскелет, ты видишь? Железные кости, просто жесть. Это же то, о чем я вам говорил ранее. Именно это я и искал. Посмотри, как много здесь разных проводков. Эй, ничего себе. О, черт, мне кажется, что мы можем их подключить друг к другу. Давай попробуем. Окей, надеюсь, что ничего плохого не случится. Один есть, второй тоже можем подключить. А ну давай. О, черт, банда, я так переживаю. Просто посмотрите. А что если он сейчас включится? О, черт! О, господи, он вожил. Да, я вижу, что нужно быстрее что-то сделать. Он пикает глазами. Просто посмотрите на это, банда. Как же он скрипого смотрит на тебя, ты видишь? Да, мне очень страшно. О, черт, просто жесть. Нужно быстрее его как-то отключить. Да, давай. Я просто в шоке. Посмотри, о, черт. Я выключил его, его глаза больше не работают. Что-то есть, я пытаюсь достать. Что это? Это такое, посмотри. Какая-то гепка. Ты видишь это? Да, что это? О, черт, не все, ребята, вы видите это. Пока все лето я путешествовал и снимал разных монстров и маньяков. Многие из вас просили, чтобы я заказал с Даркнета ребенка. И когда я вернулся обратно к себе домой, я зашел в Даркнет и сделал это. И тот ребенок, которого мне прислал Даркнет, был по-настоящему сумасшедшим и ужасным. Просто посмотрите, что он тогда творил. Посмотри, какой он странный. Что с ним вообще происходит? Да, он странный ребенок, но он милый. И что у него с лицом? Откуда эти бинты? Посмотри, как он себя ведет. Что с ним? Почему он так двигается? Я не знаю. Нужно у него что-то спросить. И почему он вообще один? Где его родители? И что он делает так? Найди, нужно с ним поговорить. Настя, давай узнаем. Нужно узнать, как его зовут, Настя. Спроси, мне просто очень страшно. Привет, как тебя зовут? Что с ним? Не знаю. Эй, меня зовут Эмиль. Эмиль, банда, вроде бы обычный имя. Ну что он вообще делает в Даркнете? И как он вообще сюда добрался в такие малые годы? Он же явно не сам сюда приехал. И на вид это обычный ребенок. Спроси его, кто сюда привез. Кто тебя сюда привез? Папа. Папа, банда, вы слышите? Это родной отец избавился от ребенка. Но как так сильно можно было подраться Эмиль? Было много крови. О, черт, ты видишь? Это просто жесть. Он радуется, что было много крови. Только вдумайтесь, он сумасшедший. И что он делает? Посмотри. Я еще воспользовался Эмиль. О, черт, это нож. Банда, вы видите? Забери у него нож, пока он еще глаз не полезал. Это просто жесть. Банда, настоящий нож. Вы видите это? Я в шоке. Эмиль, что ты делаешь? Зачем ты роешься в наших вещах? О, черт, что это было? Зачем он меня ударил? Нельзя так делать. Разве вы такие плохие родители, чтобы нас бить? Что это было? Банда. Эмиль, остановись. Что ты делаешь? О, черт. О, господи. Он меня избил, Настя. Помоги мне, пожалуйста, вызвать скорую. Нет, перестань. Не надо так делать, нельзя, Эмиль. Ты что не знаешь, что нельзя так делать? Ты чего-то хочешь? Он хочет спать? Давай быстрее его положим и просто уйдем. Это такая жесть, Банда. Он реально сумасшедший. Спокойной ночи, Эмиль, не выходи из комнаты. Это такой ужас. Нам нужно быстрее вернуть Таркнет. Он заснет и может завтра все изменится. Не знаю, он меня побил. Он очень сильный ребенок. Он реально меня завалил. Вы видели это? Но все же давайте ляжем спать и посмотрим, что будет завтра утром. Сережа, проснись. Сережа, быстрее проснись. Сережа, ребенок Таркнета сбежал. Что случилось? Ребенок Таркнета сбежал. В смысле? Куда, как? Я не знаю. Он же собирался спать. Почему он сбежал? Я тоже не понимаю. Я встала в туалет ночью, заглянула в его комнату, а его там нет. В смысле, Банда? Что за бред? О, черт. Куда он делся? Посмотрите на это. Он просто все здесь разбросал. Давайте по скрытым камерам посмотрим, что он делал. Давай. Просто посмотрите, он пока что сидит и ничего не делает. Почему он не лег спать? Не знаю. Где мой нож? Что он говорит? Где мой нож? Он собирается найти свой нож или что, Банда? Что это? Зачем он ему? Он реально что-то ищет. Посмотрите. Что происходит? Я просто в шоке. Посмотрите, что он творит. Я не знаю. Он злитый, что нет ножа. Я просто в шоке. Похоже, что это тот нож, который мы у него забрали. Это полная жесть, Банда. Но куда он теперь идет? Куда он уходит? Посмотрите на это. Он просто разгулит по нашей квартире. Я в шоке. Что за бред происходит, Банда? Зачем он пошел на кухню? Что он собирается здесь найти? Господи, хоть бы там ножа не нашел. О, черт. Он уже может взять кухонный нож и просто нас убить. Хотя мы все еще живы. Что он тогда делал? Это просто жесть, Банда. Я все еще не могу в это поверить. Что он тогда ищет? Тем более, что ножи он уже пропустил. Это такой ужас. Посмотрите. Он что-то взял. Мусорный пакет? Зачем ему? Я не понимаю. Зачем ему мусорный пакет, Банда? Что он собирается с ним делать? И гляньте, он идет в нашу спальню. Только не это. Мы же сегодня там спали. Посмотрите. Вот мы лечим с Настей спим. Он зашел в эту комнату. Это полная жесть, Банда. Что он делает? Он вор, Банда. Я просто в шоке. Посмотрите. Он ворует мышки с компьютера. Это самая настоящая жесть, Банда. Я просто в шоке. Настоящий вор. Из-за того, что мы у него забрали нож, он решил украсть наши вещи. И глянь, он дальше что-то ищет. Это такая жесть, Банда. Я просто в шоке, что он еще украл, чего мы не знаем. Это просто ужас, Банда. Глянь, он взял Гопро. Он просто украл мою камеру Гопро. Вы видите это? Это просто жесть. И он взял деньги. Посмотри, он забрал прямо все деньги. Ты видишь это? Что я вижу? Я в шоке, Банда. Просто посмотрите, что он творит. Он украл все наши сбережения. Больше у нас нет денег. Как нам теперь дальше заказывать людей с Даркнет? Я просто в шоке, Банда. И дальше он уходит. Он только что нас ограбил. Нас ограбил маленький ребенок. И теперь он убегает с квартиры. Вы видите это? Также мои покупки с Даркнета не ограничились этим. Потому что я еще заказал настоящую бабушку с Даркнета. После ее покупки мы должны были отправиться к ней домой. Чтобы посетить ее, как будто мы ее настоящие внуки. И то, что происходило у нее дома, Банда полная жезь. Просто посмотрите, что она творила. Эй, выпустите нас. Откройте двери. Пожалуйста. О, черт. О, господи. О, господи. Вы что, Ореки? Аркадия волнуетесь? Какого еще Аркадия? Здесь никого нету. Сзади Аркадии. Здесь никого нету. Что за бред? О, черт. О, господи. Успокойся, Аркадий. Пить. Успокойся. Пить. Ложись. Ложись. Они скоро уйдут. С кем она разговаривает? Не понятно. Не волнуйся. Неужели у нее реально какая-то шиза? Или, возможно, этот Аркадий давно умер? Это просто жесть, Банда. Вам надо покушать перед сном. Что? Мы не хотим есть. Можно мы уйдем домой? Надо покушать. Пошли на кухню. О, черт. Банда, что за бред? Я не советую слушаться, иначе она нас убьет сразу. Она реально сумасшедшая. О, господи. Я просто в шоке, Банда. Что за бред? Она же и нас может убить, как этого ребенка. Просто посмотри. Это такая жесть, Банда. О, черт. Пошли на кухню. Просто в шоке. Она нас реально ведет на кухню. О, черт. Я так кушаю. Шадитесь. Окей, но мы не хотим есть. Можно мы уйдем домой? Пожалуйста. Надо кушать. О, черт, Банда, я просто в шоке, что происходит. Нам нужно срочно отсюда валить. Но как? Не знаю. Посмотри, я приготовила очень вкусную кухню. О, черт, просто жесть. Банда, нужно быстрее валить отсюда, пока не поздно. Мы сможем сбежать через это окно. Она слишком близко к нему. Я знаю, но у нас нет выбора. Я уверен, что она уже закрыла те входные двери. Вот да, это точно. Если мы не хотим умереть, не хотим, чтобы она так сама полезла, как эта. Нам нужно быстрее отсюда свалить, Банда, пока еще не конец. Потому что я не хочу, чтобы мои конечности хранились в банке. Это полная жесть. Я просто в шоке. Вот ваш ужин. О, черт, Банда, это просто жесть. Я в шоке. Посмотри, что это? Здесь тимики. Ты видишь это? Это опарыши. Мы отказываемся, это есть, это ужасно. Это вкусно, это я вам приготовила вкусно. Это просто жесть, ты видишь, не засадящие опарыши. Мы точно этого не хотим есть, я в шоке. Вам что, не нравится, что я приготовила? Нравится, но просто это ужасно. Мы не будем есть термиков. Ты видишь, это просто какая-то жесть. Стоп. После всех этих событий, которые у меня были связаны с Ханки-Ваги, я узнал место, где он живет и прячется. Это была не какая-то фабрика игрушек, а обычная канализация, где он прятал игрушки, которые воровал у детей. Я приехал на то место, чтобы запустить там свой дрон и снять всю эту местность. Но то, что я смог снять банду, это по-настоящему ужасно. Потому что я снял убийство Ханки-Ваги и Кисси-Мисси. Их убила их же подруга Поппи. Просто посмотрите, как это было. Что он делает? Посмотри, ты видишь это? Он их поджег в ядер. Вы видите, это банда. Они реально горят. Что за бред? Зачем он это сделал? Посмотрите, как уже разгорелся костер. Это полная жесть. Зачем он вообще это делает, банда? Я не понимаю. Посмотри, там кто-то идет. Кто это? Это Поппи. Это первая говорящая игрушка. Она реально существует. Она тоже живая. Вы только посмотрите, банда. Она его пихает. Она кричит на него из-за того, что он шелк игрушки. Он ее пихает в ответ. О, черт, банда. У них драка. Посмотрите. Чего себе. Поппи явно выигрывает. Она намного сильнее хаки-ваки, как оказывается. Вы только посмотрите. Она все еще его ругает за то, что он шелк игрушки. Она очень злица. Он пытается ее укусить. Вы видите это? У него огромный род. Он пытается ее съесть. О, черт, банда. Это просто жесть. Она его ругает. О, господи, что он делает? Он просто ее ударил. Ты видела? Он ее вырубил. Посмотрите, банда. Что? У нее нож. Черт, это просто жесть. Банда мне не по себе. Посмотри, она просто его решит. Она его убила. Посмотри, заблевает. Просто жесть, банда. Я в шоке. Поппи только что на наших глазах убила хаки-ваки. У нее в платье был спрятан нож. Она его достала. Просто убила хаки-ваки. Это полная жесть, банда. Я в шоке. То, что нам удалось его отнеснять. Похоже, хаки-ваки мертвый. Похоже, что Поппи решил отомстить ему за то, что он шелк игрушки. И посмотрите, она куда-то тащит его труп. Ты видишь? Да куда? О, черт, это просто жесть. Куда она его тащит? Что происходит, банда? Неужели она его тащит к этому костру? Неужели она собирается сжечь хаки-ваки? Посмотрите. Посмотрите, что она делает. Она просто кидает его в костер. Это жесть, банда. О, черт, он уже начал дыметь. Она тоже поливает его бензином. Неужели она его сожгет? Это просто жесть, банда. Она сжигает труп хаки-ваки. Вы видите это? Среди всех этих событий я даже успел купить брата с Даркнета. Ходит легенда, что когда мы рождаемся, у нас берут наши ТНК и отправляют в Даркнет. А уже Даркнет создает наших клонов, братов-близнецов, которые живут своей жизнью. Но также Даркнет предоставляет возможность купить своего брата под ТНК. И, естественно, я воспользовался этим моментом и заказал своего брата под Энганатом. Домой, Василия. О, черт. Просто посмотрите на это, банда. Что за жесть? Это реально брат или что? Черт, по себе. Ты видишь, это какой он страшный. О, что это было? Привет, меня зовут Настя, а это Сергей. Привет. О, черт, что это? Господин. Я в шоке. Реально, брат, Даркнета, ты видишь это? О, проходи. О, черт, что происходит, банда? Вы видите это? О, черт. Что это было? Это просто жесть, банда. Я в шоке. Он какой-то странный. Что с ним? Почему у него оборванная одежда? И что у него с лицом? Что? Я тоже заметила. Он как будто зомби. Интересно, он вас вообще слышит или нет? Это просто жесть, банда. Эй, брат, а как тебя зовут? О, черт, это просто жесть. Я в шоке, банда. Мне не по себе от этого. Реальный брат с Даркнета. Просто посмотрите на него. О, господи. Ты тоже хочешь шушать? О, да, наверное. О, черт. Я просто в шоке, банда. Вы видите? Что-то не то. Он как-то странно себя ведет. Просто посмотрите. О, что ты делаешь? О, черт. Что это было? Это просто жесть. Я в шоке, банда. Вы видели, что он сделал? Это просто жесть. Посмотрите на него. Что он делает? Пожалуйста, не трогай нашу елку. Это просто жесть, банда. Я в шоке. Надеюсь, ему понравится это есть. Эй, брат, иди к нам покушаешь. Иди покушаешь, брат. Мы тебя кое-что приготовили. Я думаю, тебе понравится. О, господи, он идет сюда. Да, посмотри, это еда специально для тебя приготовили. Черт. Просто посмотрите. Мне кажется, ему нравится. Да, мой. Господи. О, ему понравилось. Да, он обожает эту еду. Что ты делаешь? Погоди. Что ты творишь? Стой, остановись. Тебе нужно есть ложкой. Вот, ложка. Посмотри. Попробуй. Вот так вот. Попробуй. Тебе понравится. Да. Так намного лучше. О, черт. Посмотрите. Мы его научили, банда. Это отлично. Мой брат Задарган, это отличный парень. Вы видите это? Что ты делаешь? Что это было, банда? Что тебе надо? Эй, остановись. Что это такое, банда? Посмотрите. Эй, это просто жесть, что происходит. Остановись, брат. Что тебе надо? О, господи, банда, что это? О, черт. И просто жесть. Господи. Мам, ты какой-то странный. Не надо, не подходи. О, господи. О, господи. О, не подходи. Что случилось? Что вы делаете вообще? О, черт, Настя. Это просто жесть, что это было. Что произошло? Я в шоке. Этот брат какой-то сумасшедший, банда. Это просто жесть. Вы видели, что он делал? Он сумасшедший. Нужно быстрее кеда спрятаться и обсудить это. Так, я заказал маму с Даркнета, брата с Даркнета, ребенка с Даркнета. И оставался только отец, которого я смог заказать. Он был сумасшедшим, постоянно кричал на нас и пытался даже выгнать Настю с моего дома. И мало того, у него это получилось. Просто посмотрите на это. Дети. О, черт, что? О, господи, идите сюда. О, господи, что ему надо? Отойдите ко мне в эту комнату. Это просто жесть. Скажите мне, что это такое? Это наши вещи. Почему кровать не заправлена? Потому что мы сегодня спали здесь, и поэтому она не заправлена. Да. Застелите кровать. Зачем? Я ваш отец. И я хочу, чтобы здесь был порядок. Застелите кровать. Мы сами решим, когда застелать кровать. Это наша комната. Эй, давай, я застелю, держи. Сереж, ну зачем? Остаржайся, переживай, что он нас побьет. О, господи, мы сами будем решать, когда нам застелать кровать. Перестаньте. Послушайте меня. У меня больное сердце. Заправ кровать, пожалуйста. Ладно, ладно, хорошо. Да, хорошо. Господи, он такой страшный. Просто жесть мне уже не по себе. Дети, а что это? Это шкафы. А зачем вам такие большие шкафы? Чтобы хранить одежду? Да. Одежду? Какую? И где вы видите одежду? Вот скажите мне, что это такое? Это моя юбка. Разве это юбка? Как можно носить такое кроткое? Господи. Просто жесть. О, блядь. Что? Что это? О, Сереж, это мое белье. О, черт. Это нижнее белье, баб. Поклади назад. Пожалуйста. Разве это белье? Это какие-то веревки. О, черт, банды. Это ужасно. Что вообще происходит? Я в шоке. Я не понимаю. Такие большие шкафы и совсем нет одежды. Но у нас много вещей со съемок именно поэтому. О, боже. Что тут происходило без меня? Ой, а где у вас туалет? Там. Где? Вот там эти двери. Сейчас я приду. Вы никуда не уходите. Я вам расскажу, как нужно жить. Хорошо, папа. Мы будем стоять здесь. Это просто жесть, банды. Он сумасшедший. Его надо выгнать, пока он не разгромил нам всю квартиру. Я тоже об этом думал. Но мы не можем с ним так поступить. Он наш отец. Давайте послушаем, что он там делает. О, черт. Он смывает. Что? О, господи, что это? Кто вы? Мы ваши дети. Я ваш сын Сергей. Мы заказали у вас Даркнета. Да. Если вы мои дети, тогда постирайте это. Что это такое? Ты видишь? Просто жесть. Это ужасно. Убери. Оно воняет. Да. Постирайте мои трусы. О, нет. Это просто жесть, банда. Я ваш отец. И вы должны меня слушать. О, черт. Что ты делаешь? Успокойся. Что происходит, Настя? Это просто жесть. В этом доме не должно быть женщин. Что? О чем это у нас? Иди сюда. О, господи, быстрее. Это как вы помните, банда. Все аниматроники сбежали с пиццерии в Рэдди. Именно в этот момент мне сливают информацию, где живет аниматроник Фокси. Я беру свой трон и сразу отправляюсь к этому поселку. И то, что я там снял, банда, полная жесть. Потому что на наших глазах погиб аниматроник Фокси. Что он собирается с ним делать? Неужели он собирается уничтожить его тело? Ну а каким образом вообще, банда? Посмотри, что происходит вообще, я не понимаю. Что он делает? Что происходит, банда? Зачем он его взял, что он собирается с ним делать? Посмотри, он прикладывает его к доске. Что за бред? Что он с ним делает, банда? Неужели он собирается его привязать туда, потом отрубать ему конечности? Посмотрите, он реально его привязал Все, как я и говорил Но что он дальше с ним собирается делать Я пока что не понимаю Он берет топор, посмотри О, черт, неужели он Просто глянь на это Он отрубивает ему руку Это такая жесть Банда, вы видите, просто ужас Он реально хочет Уничтожить Фокси Он хочет отрубать ему все конечности Этот мужик насколько сильный Что разрубил металл, посмотри Это жесть, он просто Отрубил ему руку И последнее, самое жуткое Видео в этом году Случилось на Новый год Когда я смог поймать Гринджи И разрезать его И когда я доставал его внутренность И я с каждым разом все больше И больше пугался Потому что он убивал детей И просто съедал их трупы Господи, банда Мне просто в это не верится Посмотри, как легко Его кожа такая тонкая Да, я просто в шоке Я уже его разрезал, глянь Господи, что это такое большое Посмотри, ты видишь? Прям как его куртка Да И почему оно обожжено и в крови? Что это, банда? Посмотрите Это же новогодний носок Что здесь, банда? Посмотри Ты видишь что-то? Да, что-то красное О, черт, там голова младенца Банда, посмотри еще раз Ты видишь это? О, да Голова младенца Это мой топ Самых страшных видео В этом году Закончился Ну а вы, банда Напишите в комментариях Какие видео Больше всего в этом году Понравились вам И тем не менее По традиции Последние комментарии В этом году Просто посмотрите Какие они шикарные Идеальнейшие Ну а если, бандит Ты хочешь попасть Уже в следующем Новом году В новом видео В комментариях То обязательно Напиши его Поставь лайк Колокольчик Ведь ты помнишь Путь в моем видео Лежит через лайк Колокольчик И комментарий Так что, бандит Скорее ставь лайк Под это видео И пиши комментарий И помни одно, бандит Оставайся таким Шикарным Как и в этом году Пока Субтитры сделал DimaTorzok